народ привет я так что-то глянул после вчерашнего видео домашних животных у многих исчезла с ютуба первые видео с кошечкой и песиками ну ну чё это не страшно думаю новые будут все уже увидели на руку мы ну чё начнем с котелка рассказывать там о чехлах естественно что они нужны это видео есть интересно максима пара чехлы расскажу про такой вот ремешок замечательно потому что если у вас он не в чехле то он начинает открываться вот так вот вот это все благодаря такому ремешку там находится гремит да все что внутри находится никуда не выпадет вот так вот он раз 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 все ну что могу сказать конечно котелок вот этот армейский выбор не самый лучше я открою посмотрю что там у меня лежит то что с лето не открывался я даже не помню что там находится минуточку секундочку а там была кружка такая с такой штукой которая болталась и всем нам надоедала термокружка из нержи наливаешь мне что-то такое и не обжигаешься по илочкой раз открыл он закрыл так в общем баловство вернемся котелку он тут вымут такой весь это этим я пользовался на раза четыре то есть он абсолютно может сказать новый ну все знают что здесь варим носим здесь едим и вот так вот если раз жарим до что-то там себе я и шинку примеру но все это жутко неудобно лучше конечно есть из чашечек ложечками нормальными чем вот в этом котелок значит вот этот общевойсковой который он слизан с немецкого котелка армии вермахта если я не ошибаюсь во время второй мировой войны вот у вермахта были такой вот формы как раз такие котелки чуть чуть меньше по моему так чуть-чуть аккуратней ну в общем наш просто взяли и тоже начали такие делать что нормально получилось как и маргарина который тоже придумали опять-таки же если я не ошибаюсь немцы во время войны вот значит чехол нужен обязательно нужен чтобы в сажи не заделать рюкзак еще чего хотел сказать это то что вот меня очень всегда удивляли закроем всегда очень удивляли туристы туристы такие которых не знаю обычных видно что это какие-то такие вот что это туристы именно они такие когда даже за как это объяснить ну знаете такие которые идут и у них на рюкзаках висят котелки сковородки там сбоку но притороченные чайнички все это так болтается весело тупым все дым гремит короче кружки такие вот болтаются вот так даже без без крышки вот так вот дает он едет в метро у него так все висит он едет на природу а вы уже увидели там это потом расскажу значит он такой вот висит там сковородки какие-нибудь там чашки вот такие вот котелки другие всякие там штучки в общем все в том что он еду готовит потом приехал значит туда пыли набилось всякой грязи он там не знаю в речке вымыл начал в нем готовить какой-то бред ребята все это естественно нужно носить я так думаю что закрытом закрытых ямкостях то есть это засунули в это его засунули в рюкзак и пошли то что ты тут насмотрится как каких-нибудь книжках и не знаю может кино когда идут туристы или там какие-то выживальщики и на них там на рюкзаках все это висит и болтается такая романтика и вот на себя навешивают это все такие есть люди на себя это тоже так навешивают прям как с книжки с рисунка какого-нибудь это со сковородкой вещи и висящие сзади лупщей по заднице да и вот они такие в лес и дудны значит в пробковых шлемах только ничего этого не хватает в кепках из пробки а так все и вообще просто из книжки идеальный вариант и вот ложки даже видел вот так вот висят снаружи рюкзака то есть ну кто хочет начать да что там активный образ жизни такой вот не надо вот так вот делать то есть не надо навешивать на рюкзак не должно ничего выглядывать там выступать особо сильно с рюкзака он должен быть максимально обтекаем и чтобы не цепляться за ветки не цепляться там за камни за все за все не не сцепляться потому что это будет вам мешать лес это не парк где вы вышли идете по асфальту в 10 метрах от вас где-то деревья в лесу то все все начнет мешать и и кусты и ветки и все друг на друга буреломы какие-нибудь там забредете все эти ваши вилки ложки отцепиться отвалятся вы придете чай не с чего пить там где-то там она осталась висеть в лесу такое может кто даже видел в лесу там идешь смотришь висит какая-нибудь такая вот штука на ветке так что не надо обвешивать рюкзаки всякими вещами и думать что что так верно мое мнение что это такое заблуждение не знаю может кто-то так и ходит вот вешает все это на рюкзак там кружки котелки и все это вешает и давай короче в поход но мне кажется так не надо делать вообще во первых это не единично будет во вторых это вам будет мешать в движении в лесу по пересеченной местности это будет греметь дымкать бы мкать как сейчас вот как вначале видео это все у меня тут гремела да то есть еще стоит учесть что если что-то вы укладываете ва внутрь котелка то лучше это еще чем-то как-то перекладывать чтобы это не гремело во время идешь когда просто все это будет очень очень нехорошо бить по мозгам надоедать и а если уж тем более то висит все снаружи то ну это я не могу это объяснить вот для меня это какой-то тихий ужас когда я такое вижу но я такое вижу иногда на самом деле довольно часто всего спасибо берите домашних животных тоже в лес им это нравится все пока пока